Всем привет! Недавно мы получили статистику миграционного департамента по отказам на студенческие визы. И эта статистика нас настораживает. Индия, Китай стали в два раза меньше получать студенческие визы. Также на 20-30% произошло сокращение подачи с азиатских стран. Серьезно пострадала также Латинская и Южная Америка. И даже граждане стран первого приоритета, которые получали 98-99% рейтинга одобрения, жалуются на совершенно необоснованные отказы. А это страны Европы, Шенгенской зоны, это Япония, это Корея, это Канада. И существенно увеличились сроки рассмотрения студенческих виз. Некоторые наши студенты получают визу буквально в течение 1-2 недель. Некоторым приходится ожидать 2-3 месяца. И нам приходится делать несколько смещений даты начала занятий. Но, несмотря на такую печальную статистику, должен вас немного ободрить. В нашей компании не было еще ни одного отказа на профессиональные программы. Это бакалавриат или магистратура с момента окончания пандемии. У нас было всего лишь 2 отказа по языковым курсам, на которые я не особо советую подаваться, если только у вас больше не остается никаких вариантов. Как вы знаете, в конце декабря прошлого года миграционный департамент сообщил о новой миграционной стратегии, которая также будет затрагивать иностранных студентов. В частности, те учебные заведения, которые, прикрываясь учебными программами, на самом деле приглашали студентов на работу. Также расследование в отношении миграционных и образовательных агентов. Иными словами, миграционный департамент сказал, что пора навести порядок в Австралии и повысить уровень и престиж австралийского образования. Все с этим согласились, однако мелким шрифтом было прописано некоторые очень неприятные и непонятные условия, которые навели довольно-таки большой переполох. Программа, которую предложил иммиграционный департамент в декабре, ни одна из этих программ еще официально не принята. Еще ни одно новое постановление не вступило в силу, ничего еще не изменилось. А иммиграционный департамент стал довольно-таки сурово резать подачи на студенческие визы. Уровень отказов по студенческим визам в Австралии превысил самый большой порог с 2005-2006 года. Это очень неприятная тенденция. Более того, сами университеты стали отзывать COE, то есть Confirmation of Enrollment. Студент предоставляет все документы, университет готов его принять, студент оплачивает необходимый сбор, получает COE, подается на студенческую визу, также оплачивает пошлину студенческой визы, проходит медицину, оплачивает медицину и получает письмо от университета, в котором говорится, что в связи с изменениями, которые причем еще не настали, университет не считает, что уже зачисленный студент соответствует новым критериям и отзывает свое COE. И как же тогда быть? Такие ситуации были уже и в университете Волонгонга, и в университете Латроп, также в многих других университетах. И эти университеты можно понять, потому что каждый полученный отказ существенно снижает рейтинг образовательного учреждения. В следующем месяце ожидается пересмотр вот этого рейтинга. Сейчас все университеты разбиты на три категории. Большинство, половина находится в первом рейтинге, 17 университетов находится во втором рейтинге. И один университет находится в третьем, на худшем рейтинге. И наш эксперт ожидает, что миграционный департамент сделает все возможное для того, чтобы понизить рейтинг университетов, чтобы иметь еще больше рычагов для выдачи отказов по студенческим визам. Также в новой миграционной политике до конца не объяснили возможность введения 35-летнего порога при подаче на визу отпускника 485. Это требование навело также большой переполох. Ни миграционные агенты, ни образовательные агенты, даже сами университеты еще не получили никаких разъяснений. Потому что если посмотреть логически на вот это изменение, то получается, что Австралия сама себе стреляет в ногу и отпиливает ветку, на которой сидит сам иммиграционный департамент. Очень много студентов, которые идут на курсы магистратуры или докторантуры, о чем так говорит Австралия, что нам нужны специалисты в этих областях, они как раз находятся в этом возрасте, порядка 35 лет. И если у них не будет возможности получения визы выпускника, то после окончания образования, получается, им надо возвращаться домой. Австралийский департамент иммиграции также объявил, что при введении вот этого 35-летнего порога будет введена новая виза Skills and Demand, о которой мы также ничего не знаем, никаких разъяснений нет. Если резюмировать всю сказанную информацию, друзья, если вы планировали переехать в Австралию по студенческой программе, то, пожалуйста, обращайтесь. Здесь мы не получили еще ни одного отказа на профессиональные подачи, на бакалавриат или магистратуру. Почему? Потому что мы никогда не рекламируем какие-то рискованные программы. А если я вижу, что у вас есть риски отказа по студенческой визе, мы стараемся их максимально минимизировать, или я даю вам советы, что необходимо сделать еще до того, как произвести подачу. Жду ваших e-mail, наши услуги по подбору учебного заведения и зачисления бесплатные, ну а помощь по студенческой визе, на мой взгляд, одна из самых низких в Австралии. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, не унывайте. Дорога возникает под ногами идущего, и какие бы препятствия ни возникали в приезде в Австралию, они все преодолимы. Собственно, поэтому мы здесь и находимся. Еще раз спасибо за просмотр. Удачи, друзья!